В Чувашии усиливают контроль за поставками продуктов в детские сады. Инспекторы Роспотребнадзора, ветеринарные службы проверяют, насколько качественно питаются малыши. Сегодняшний рейд инициировала лично глава городской администрации Алексей Ладоков. На кухне дошкольных учреждений овощи, фрукты, мясо и молоко должны поставляться с санитарными заключениями. В рационе здоровая пища, продукты только наивысшего сорта. И на это всегда делают ставку. Как кормят детсадовцев и довольны ли они своим меню, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Фрукты, свежие, молоко, не слишком жирное, мясо только первой категории. Детское меню должно состоять из самых качественных продуктов. За это в городе отвечают 9 официальных поставщиков. В цепочке производитель-покупатель сразу несколько строгих проверок. К поварам продукты поступают только после одобрения санитарных врачей. Мясо в детские сады привозят с клеймом и с целым списком официальных заключений. Правда в этом черном списке пока нет ни одного поставщика. На бизнесменов, которые продают продукты детским садам в городе еще никто не жаловался. Чтобы обезопасить малыши от недобросовестных дельцов Чебоксарской администрации инициируют масштабные проверки. Тендеры на поставку продуктов разыгрываются раз в квартал. И каждый раз в конкурсах участвуют новые игроки. Мы не знаем, кто выиграет на данный момент котировку. Поэтому вот с этой целью, я еще раз повторяюсь, мы и создали эту комиссию. На своей базе поставщики стараются долго не задерживать товар. Мясо в детские сады отправляют в тот же день, как его привозят на предприятия. Ставку делают только на свежие продукты. Молоко, йогурты или, к примеру, сметана должны храниться меньше суток. И только в холодильнике. Продукция у нас молочная уходит сегодня и завтра с утра. Завтра мы получаем новую порцию молока с учетом количества детей и тех норм, которые у нас действуют согласно Санпину. Блюда из говядины и курицы тоже необходимо готовить в тот же день. Сейчас на четырехразовое питание одного ребенка детские сады тратят более 70 рублей. Цены на продукты в ходе котировок, конечно, снижаются. Но главное, отмечают специалисты, чтобы это не отражалось на качестве блюд. В зависимости от набора продуктов, не всегда бывает там и дороже, когда по меню идет творог, это дорогостоящий продукт, мясо, рыба, то бывает там и 80 и больше. Мы сегодня готовим суп крестьянский, капустный салат с фаршной капустой, рис отварной, шнитель мясной. Торги, электронные проверки на деле. Пока только так, с выездом на место можно выявить недобросовестных поставщиков. Подобные рейды в Чебоксарской администрации собираются проводить часто. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.